В Тюмень прибыли гигантские животные на арене тюменского цирка – бегемоты. По словам специалистов, дрессировать их чрезвычайно тяжело, все дело в большом весе. Все верно. А зрители смогут увидеть то, что не поддается логике. К примеру, то, как эти тяжеловесы выполняют пируэты. Марина Рянина подробнее. Бегемоты Аида, Яна и Злат репетируют свой выход на новогоднем шоу. В Тюмени они не просто артисты цирковой программы, но и герои сказки «Гиппопотамус». Три маленьких бегемотика пишут письмо Деду Морозу в Россию и просят привезти им снег в Африку. Они не видели никогда снега. У нас и зайчики, и пингвины, у нас и белочка, у нас и медвежата. Руководитель программы Тофи Кахондов работает с бегемотами уже 30 лет и признается, что это самое трудное в дрессуре животное. Однако тюменский зритель увидит, как эти гиганты играют в чехарду, выстраиваются в пирамиду и даже танцуют. По барьеру пройти – это ерунда. А вот такой бегемот в истории мирового цирка, вот, она весит больше полторы тонны. И дело, она у меня, знаете, в работе сколько делает? Она делает по три, по четыре, по пять пируэтов. Вот крутится, вот, как кошка. Кроме бегемотов, зрители увидят на манеже обезьян, лошадей, собак и других животных. А от трюков гимнастов обещают организаторы шоу «Захватит дух». В программе воздушные акробаты, жонглеры на моноциклах и квилибристы. Некоторые трюки даже занесены в Книге рекордов России и Гиннеса. Новогоднее шоу «Гиппопотамус» приглашает на премьеру уже в ближайшие выходные. Первые представления пройдут 24 декабря в 16 часов и 25 числа в 12 и в 4 часа дня. Мария Ирянина, Сергей Контаков, Тюменское время.